Я был дважды, наверное. Один раз это была прогулка писателей. Я бы не назвал ее митингом. Это была красивая акция, такая, в Москве, разрешенная. Когда вдруг выяснилось, что не надо собираться под митингом. Перед этим, это было незадолго до взятия Крыма, когда я уже понимал, чем это все пахнет. Мне очень не хотелось, чтобы мы под боком получили врага надолго. Вот поэтому я в этой демонстрации принимал участие. Андрей Владимирович, 20 августа исполняется ровно 30 лет с знаменитого вашего концерта «Убелого дома». И в принципе, с 30 лет с тех событий. Как вы сейчас оборачивались на тренирование, видите и вспоминаете? Я прекрасно помню, как все это было. Концертом это надо было. Трудно было. Проливной дождь. Стоял какие-то две колонки. И я все ждал, когда меня шарахнет током, и это все закончится. Но настроение было очень хорошее. Вот это я помню. Особенно 21 числа. И сегодняшний концерт как составлялся список того, что сегодня услышат? Это всегда сложная штука. Мы поэтому делаем за 10 минут, до выхода на сцену. И я стараюсь не передавать этому большое значение, потому что все равно те, кто интересуется тем, что мы делаем, наши песни знают. Значит, все их не сыграешь. И половину не сыграешь. И десятую часть не сыграешь. Значит, исходя из того, какой протяженностью у нас должно быть выступление, составляется какая-то композиция. Все. Вы у тебя в Инстаграме написали о том, что встречались с Евгением Рызманом. Да. А как еще ваш день в Ефтеринбурге прошел? Я ездил в Британику. Есть такой пап. Британия. Я просто это место люблю. Дружу с хозяином. Немножко походил по коробу. Потом пошел сходить в образ. У вас раньше были песни «На сбоку дня», вот со времен гражданина, пожелавшего остаться неизвестным. И вот сейчас... У меня сейчас есть песня «На сбоку дня», но сводить всю музыку, все песни «На сбоку дня», превращаться в филитонисты, это такая тоска. Я это могу делать каждый день, скучно. Но считают некоторые, что ветер просыпается, это ваше высказывание в политическом смысле. Посмотрим, насколько он проснется. Да, Юрьевич, как вы считаете, сейчас можно ли сказать, что самое несвободное в плане дзур или время в стране за последние 20 лет или 30 лет? За 20 лет, безусловно. Ага. По пересадке было хуже. В этом смысле точно совершенно. Пока так. Ну то есть сравнивая, допустим, застой грежневский, застой пусинский, все-таки грежневский застой... Там были вещи, которые даже в голову не могли прийти. Сейчас ты понимаешь, что там... Ты чем-то можешь рисковать, например, да? Тебя могут сегодня там попросить это не делать, а завтра ты это сделаешь. В брежневское время даже в голову не приходилось, что это, в принципе, возможно. Поэтому, в общем, этого не происходило практически. Кажите, пожалуйста, а вот средства, заработанные музыкой, музыканты, артисты, они иногда вкладывают в разное предприятие. У вас же тоже были? А там, не знаю, пары... У меня есть маленький джазовый клуб. Когда случилась пандемия, и клуб пришлось закрыть на полгода, я очень не хотел, чтобы люди, которые с нами работали пять лет, или нуждались, или разбежались. Я выплачивал их зарплату. Вот практически средства мои сейкуты. Вы не демонизируйте заработки музыкантов. Мы не поп-артисты и не мусорят. Нет, ну в смысле демонизировать, а в том, что все равно стараются куда-то пристроить. Да ничего пристраивать. Слушайте, ты записал альбом, ты потратил на него, но все равно ты на него потратил достаточно деньги, если ты хочешь просто, вот для себя ты хочешь, чтобы он звучал хорошо. Сказать, что это окупится, это никак не окупится. Никак сегодня эти альбомы наши не окупаются. Возвращается какая-то небольшая часть того, что уложил. Это не только у нас. Это так устроено. Каким-то образом это отбивалось концертами. Уже почти два года концерты случаются, надо их по пальцам пересчитать. Сегодня говорят, Москву опять закрыли. Но вот так существует пока. А что делать тут? Случилась такая история. Ну, вы же можете деструбировать за границы. За границы, что они закрыты, что ли? Ну, надо. Вы себе не представляете, что за границей происходит? Какая за границей происходит? Все закрыто. А в связи с чем у вас меньше концертов стало? Что, что? В связи с чем у вас концертов меньше стало? В конце с ковидом, естественно. Ну, естественно. Переносится, переносится. Самая мерзкая неопределенность. Перенесли на три месяца. Вроде надеются, что все откроют. А не открыли. Перенесли еще на три месяца. Это не один концерт. Это тур, скажем, из десяти концертов. Люди не издают билеты. Они, надеются, ждут. Мы с Йо Пайф, с джазной, в моей истории, поехали на Украину, наконец. Десять концертов, которые год люди ждали. И нам приходилось играть, скажем, по два концерта в день. Потому что рассадка ползала. Надо сажать людей через одного. А зал был продан полностью. Начинают за те деньги садить два концерта по три вместо одного. Чего вы играли, ну что делаете? Ребята, давайте последние вопросы, и я побегу. А вы пишете музыку для телевизионных фильмов, как говорили? Крайне редко. Последнее время очень редко. Не помню, когда это было в последний раз. А вопросы говорили, что ваша музыка, как бы, ей споряжаются в итоге продюсер, который может сделать с ней, в принципе, все, что угодно. И поэтому вы, как бы, уже зимклились. Действительно? Не припомню такого. Вы? Нет. Нет, киномузыка – это вообще особая специфика. Но если ты на берегу понимаешь, что ты имеешь дело с нормальным режиссером, который к музыке относится уважительно, и ее слышит, и, наверное, поэтому он именно тебя и пригласил, то противоречий никаких нет. А с людьми, которым музыка безразлична, мне не надо с ними работать просто еще. А последний ваш проект – это кино или для телевидения? Сейчас даже не помню, честно вам скажу. Это было давно. Это было, бог даст, лет десять, может быть, и больше. Ребята, спасибо, извините, что коротко. Спасибо. Спасибо. Спасибо.